Всероссийские проверочные работы пройдут с 1 марта по 20 мая. Их будут решать школьники с 4 по 8 класс в обязательном порядке, хотя участие является добровольным. В 10 и 11 классах контрольные организуются на усмотрении школы. Результаты проверки таким способом не влияют на итоговые оценки учащихся. ВПР проводится для того, чтобы узнать уровень подготовки учеников в каждой школе. В специальной подготовке всероссийская проверочная работа не требует. Поэтому ориентировка на какие-то многочисленные сборники или же то, что мы называем в нашей педагогической среде натаскиванием, недопустимо. Результат не влияет ни на ребенка, ни на педагога, ни на администрацию и так далее и тому подобное. Результат всероссийских проверочных работ необходим для того, чтобы оценить уровень достижения планируемых результатов в предметах, метапредметах, функциональной грамотности у обучающихся. По результатам Министерства образования становится понятно, а усваивают ли вообще школьники то, чему их учат. Какие проблемы у них есть. Или наоборот, знаний достаточно. Волноваться школьникам не надо. Работа должна пройти как обычная, внеплановая и даже, они рекомендуют, внезапная. На первых этапах своего развития ВПР писали организаторы, что дети не должны знать даже о дне, когда будет проводиться всероссийская проверочная работа. Как правило, дети не знают, что же у них будут проверять. Как, например, рассчитать квадрат, да, как определить глагол там или что-то еще. А дети должны знать именно элементы того содержания, которое будет проверять та или иная проверочная работа. В ВПР важнее не подготовка, а полученные результаты. Вот с ними уже нужно работать, чтобы ошибки больше не повторялись. Правда, есть ли в этом смысл при такой загруженности учителей и количестве учеников в классах, смогут ли они найти силы на индивидуальный подход к каждому школьнику и их родителям? Или это идеалистическая картина? Об этом нужно спросить самих преподавателей.